Виктор Юлевич Никифоров, вор в законе Калина, был убит в довольно молодом возрасте, однако за свою короткую жизнь успел достичь Олимпа в отечественном криминальном мире. И это неудивительно, ведь его крестными были самые могущественные законники того времени, а усыновивший его вор в законе Япончик уже вовсю набирал обороты в преступной иерархии того времени. Когда Виктору исполнилось 18 лет, он получил 5 лет строгого режима. Как такое могло произойти в эпоху гуманного социализма, непонятно. Но пятилетка не прошла даром для полного романтики Вити Никифорова. 22, он становится знаковой фигурой, получит статус вора в законе и воровскую кличку Вити Калина. Почему же именно Калина? Дело видимо в том, что его мать звали Калина Никифорова, Кали, известная столичная мошенница. Она дружила со многими авторитетными ворами в законе, в том числе была в очень близких отношениях с самим Япончиком. В Москве Калина была заведующим пивного бара, где додумалась организовать что-то наподобие малины, куда скатывался весь столичный блатной мир. Ходят слухи, что еврейка по национальности Каля не брезговала никаким видом заработка, сутенерства, скупка и перепродажа краденого, распространение наркотиков. Кто был отцом Вити Никифорова, точно знала видимо только его мать. Здесь все сложнее. Это стало предметом слухов о том, что отцом Никифорова является известный вор в законе Вячеслав Иваньков. Япончик. Но на самом деле это неизвестно. Точно ответить на этот вопрос могла бы только экспертиза ДНК. Но кому это сейчас нужно? А в то время о ней даже не слышали. Японец называл Калину своим приемным сыном. Но в его воспитании особой роли не сыграл. Так как продолжительное время находился в сибирских лагерях. А когда освободился, сынок уже сам прочно встал на ноги. Мама Каля познакомила сына с известным каталой того времени, Аликом Тахтахуновым, Тайванчиком и Владимиром Тюрином, вором в законе Тюриком, который к тому времени только начал налаживать связи в столице. Эти знакомства, разумеется, пошли на пользу в становлении молодого стремяги Вити Никифорова. Калина Никифорова официально была замужем за бывшим вором в законе Рубиком Саркисяном. Рубик ушел от криминала и выбрал себе очень мирную профессию. Тренер по шахматам в сообществе Спартак. Никифоров общался с ворами, которые были намного старше его самого. Для них он был слишком молод. Даже не дожил до 30 лет. Погиб в 28. Однако его уважали и с ним считались авторитеты криминального мира столицы. Такие как воры в законе, Рантик Сафариан, Писа, Жорж Жикич, Тенгиз Старый и Шакро Старый. Из молодых воров в законе в его кругу общения можно было заметить Глобуса. Они дружили. Глобус пережил своего друга на год. Его застрелили из снайперской винтовки Киллер Салоник на пороге столичной дискотеки. Но самым близким другом Витя называл карманника Балду, Владимира Быкова, который стал его учителем. Балда был и вор-карманник, и одновременно артист высочайшего порядка. Когда его задерживали, он начинал костить под дурачка. И так удачно имитировал идиота, что его отпускали и даже давали соответствующую справку. Навыки, переданные Балдой, не пригодились Калине. Он рано погиб и за решетку больше не попадал. Хоть не интересовался Калиной игрой в шахматы, но выглядел он как молодой ученый. Но никак не вор в законе. Виктор любил музыку, часто хвастался, что имеет музыкальное образование. Действительно, кудрявое шевелюра, округлое лицо и крупные очки в роговой оправе выдавали в нем больше кандидата наук, нежели представителя криминальной группировки. Однако внешность вора в законе Калины была обманчива. Витя был хулиганом, любившим махать кулаками. Наглый и самоуверенный Калина привлекался к ответственности еще два раза после того, как откинулся. В 87-м и 91-м. Все по той же статье. Хулиганство. Вора в законе Калину застрелили на Старый Новый Год. 14 января 1992 года. Кто мог заказать приемного сына Япончика, до сих пор неизвестно. Есть несколько предположений. Но с таким поведением, отъявленной наглостью и дерзостью, сказать наверняка кто заказчик левидации молодого вора, никто не может. Ресторан «Олимп». У Калины кипиш с авторитетом Мансуром, которого вор в законе ударил два раза ножом. Спортсмен Мансур погиб на месте. Щелковников был членом ОПГ Люберецкий. Контролировал проституцию, угонщиков и катал наперсточников. Мансур не был блатным. Он представлял спортсменов, которые всегда конкурировали с синими. Люберецкий вполне могли отомстить за одного из своих бригадиров. Тем более, Калина подмял под себя весь рэкет убитого им авторитета. Другая версия – чеченский след. Якобы чеченская мафия отомстила за неудавшуюся экспансию на столичный бизнес, которую прервал вор в законе япончик. В этой версии даже называется имя киллера. Некто-культик отморозок, которому заплатили 500 тысяч долларов за ликвидацию Калины. Самое правдоподобное предположение – убийство совершила ассирийская криминальная группировка. Дело в том, что за день до смерти Калина ударил Сашу Чпока, выходца из ассирийского ПГ. Также в ликвидации Виктора Никифорова сознался легендарный киллер Солонник. Эта версия тоже вполне вероятна. Боссом Солонника был Сильвестр – Сергей Тимофеев, который очень часто избавлялся от своих конкурентов. Тем более, покровительствовал Калини Японец, с которым Сильвестр был весьма на оттянутых отношениях.